Ну, по сути, это первые покатушки после того, как я забрал машину. В данный момент впечатления очень положительные. Достаточно сложно формулировать мысли, потому что время прошло много. Я торчу еще 29 тысяч рублей долго. Машину я забрал, но не расплатился до конца. И далее, под конец ролика, я напишу, в какую же сумму все-таки вышел автомобиль. При том, что здесь нет порогов, которые мне хотелось бы поставить. И здесь есть проблема с рулевой рейкой. Мы их так и не решили. Необходимо менять рулевую рейку. Соответственно, нужно держать в голове еще, наверное, порядка 35 тысяч рублей. Это при условии, что не сломается то, что уже починили. Ну, теперь давайте посмотрим, как она едет. В принципе, едет она неплохо. В руль бьет достаточно сильно, но нужно понимать, что в руль бьет из-за того, что колеса кривые. Колеса прям сильно кривые. И с этим, к сожалению, пока в данный момент, вот сейчас ничего не поделаешь. Я уже купил резину. Я вам, наверное, потом в самом первом ролике говорил о том, что я ее купил. Соответственно, резину буду менять завтра. Ну, машина едет. Машина ошибку не выдает. Как вы можете понять. Понятно, что у фрилендера есть некоторые свои ограничения относительно веса. Но на дороге, где можно более-менее хотя бы хоть какую-то скорость показать. Ну, вот, пожалуйста. Фрилендер едет. Хотя все очень относительно. Те, кто видели мой второй канал, понимают, наверное, и знают, что я любитель поездить побыстрее. И поэтому для меня, как бы, вот, та динамика, которую показывает этот автомобиль, это, конечно, однозначно не динамичная машина. Но у нее и задачи другие. Она должна быть надежной. Она должна быть предсказуемой. И, ну, прежде всего, в командировках, когда ты едешь по трассе от точки до точки, она должна довести тебя без приключений. А вот это вот все гонки, понимаете? Это все вот оставьте BMW. Это все пусть BMW делает. Land Rover все-таки для другого. Хотя, удивительно, да, что я сейчас сказал, что это Land Rover, хотя проект называется Vid Rover. Нет-нет, прошу. Vid Rover, Vid Rover. Как назвал, так, собственно, и есть. Хотя сейчас это уже, это уже не то, чтобы похоже на автомобиль, это уже автомобиль. Кто знает, возможно, это самый живой Land Rover Freelander 2 2008 года. Вот такая история. Что подробнее, я уж не знаю, перед этим видео рассказал, либо после. Но вы какую-то там информацию для себя получили. Очень вкратце. Вы уже поняли, что автомобиль я забрал. Вы уже поняли, что он имеет определенное техническое состояние. И, наконец, настало время подвести итоги. Сейчас я не нахожусь дома. Я нахожусь в командировке в Челябинске. Записываю этот под итог на карманную камеру Sony RX100 Mark IV. Поэтому, если качество вас устраивает, можете там что-нибудь написать в комментариях. Уж не знаю, насколько меня хорошо видно. Вроде как автофокус тут работает корректно. У машины сейчас есть некоторое техническое состояние. Изначально, когда я ее забрал, я был на седьмом небе отчасти. Просто потому, что, наконец, мне ее сделали. Она едет, с ней вроде бы ничего не происходит. И какое-то время я на ней поездила. Буквально километров 100 в одну сторону, 100 в другую. Настало время командировки. Челябинск, для тех, кто не в теме, находится от Екатеринбурга примерно в расстоянии 220-230 километров. Конкретно от моего дома до точки приезда. От пункта А до пункта В. Все максимально понятно и просто. Машину заправил. В машине сделано все, чтобы машина не подводила. И направился в путь. Еду 50 километров, 100 километров, 150, 200, 30 километров. По левой полосе еду. Погода очень неблагоприятная для быстрой езды. Поэтому скорости в среднем 100, 110. Местами 120, местами 140. Так вот, со скоростью 110 прибавляю газ, для того, чтобы быстрее объехать фуру, которая едет по правой полосе. Чтобы не тусоваться в соседней полосе. И понимаю, что на педаль машина не реагирует. Нажимаю газ. Reducid Power Engine. Ограничение мощности. То, с чем я приехал, с тем, собственно, я и остался. Ограничение мощности осталось. Машина не захотела ехать. Эта ошибка вылезла. Ее никак не сбросить без перезапуска двигателя. И, собственно, я такой думаю, надо звонить Славе. Особенность Android заключается в том, что... Вот вы иногда посмотрели записи разговора в WhatsApp. И сделали вывод, что это очень легко и просто. Взять и записать разговор в WhatsApp. На самом деле нет. Видео записывается, а звука нет. Нет, соответственно, я принял решение не записывать тот разговор. Да и вообще мне не до этого было. А вот, собственно, вкратце выдержка. То, о чем мы пообщались. Денис, это все ерунда. Залей нормальное топливо. Заядь на лукойл. Залей нормальный дизель. Это все там в раке. Короче, топливо почему-то не нравится машине. Чего ей не нравится? Я на BMW, на дизельной. Также заправлялся на Газпроме. Никаких вопросов не было. Никогда никаких не было ошибок. Тут я заправил машину, при том, я ее взял, заправил Газпромом на 25 литров. Откатал литров, наверное, 15. После этого я заправил еще раз Газпромом на 30 литров. Проехал 200 километров. Осталось 28 километров до точки моего приезда. И, внимание, Reducid Power Engine. Само собой, удаленно диагностировать по WhatsApp-видео, к сожалению, никто еще не научился. К огромному моему сожалению. И машина после перезапуска, ошибка пропала, машина завелась. Я поехал дальше. Еду и говорю, о, Слава, смотри, нажимаю на Газ. Нажимаю на Газ, очень хило начинают нарастать обороты. Турбина включается, обороты повышаются. И снова Reducid Power Engine. Он мне говорит, еще раз перезапусти. Я же езжу в командировке для того, чтобы перезапускать машины. Собственно, почему бы нет. Перезапускаю машину еще раз. И вот после того, как я перезапустил, я сказал, нет, у меня возможности 6, 7, 70 раз перезапускать. Потому что все это херня полная. Потому что машина, она непредсказуемая. Я сегодня вот отправлюсь куда-нибудь, я не знаю, максимально далеко. Мне нужно будет в Магнитогорск попасть с Челябинской области. А это действительно далеко, там 500 километров. И на улице минус 20 будет. Если я встану, я что буду делать? Покрышки жечь. Ну серьезно, это вот после тех вложений, которые были вкинуты в эту тачку. Знаете, я вот сейчас, я абсолютно доволен тем, что я решил снимать вот этот блок. Но абсолютно недоволен тем, что качество результата конечного, оно на уровне кусок говна. И вот понимаете, можно было сказать, что, ну, что ты докопался? Ну, сделали тебе по кузову вопросов нет? Есть. Но их не так много. По технике вопросов нет? Есть. Но их опять не так много. Вот сейчас какие текущие проблемы есть? По рулевой рейке есть вопросы? Нужно ее менять? Когда ее менять? Когда появятся деньги? В данный момент какие у меня вложения? И что вообще вышло по стоимости машины? Вот, пожалуйста, вам листы. Их тут целых три. Можете внимательно изучить. Я их даже ближе поставлю, чтобы пока я говорил, что-то там где-то пролистывалось. И это, безусловно, все те траты, которые были обозначены мне, за исключением запчастей, которые я заплатил буквально в самом начале ролика, которые вышли в 150 тысяч рублей. То есть, эти деньги были потрачены, они просто не учтены здесь, потому что это не деньги вот этого самого сервисного инженера, который занимался машиной. Это не славенные деньги. Соответственно, это вот еще плюсом, так, к этой сумме мы прибавляем. И какая же сумма у нас получается в итоге? В данный момент я торчу 29 тысяч рублей, я ему их отдам. По машине я отдал 40 тысяч рублей, потом отдал 50 тысяч рублей. Итого у нас было долгом вот тогда вот столько, а стало вот столько. И я сделал колеса, колеса мне сделали за 13 920. Состояние колес до того, как их сделали. Отвратительное состояние, спойлер. И состояние колес после того, как их сделали. Колеса действительно сделаны неплохо, но опять. Колеса сделали, колеса покрасили, колеса отремонтировали. Была там трещина, ее заварили. Колеса отбалансировали резину, дошиповали два баллона, две покрышки. Сейчас, пока ехал до Челябинска, отлично себя машина ведет. Но опять вот эти гайки, которые накручиваются на колеса, они в отвратительном состоянии. Они разбухли. Прикиньте, у фрилендера разбухают гайки. Я откуда это мог знать? Почему меня нельзя было заранее об этом предупредить? Это стоит хуйню, извините. Это, блядь, стоит 800 рублей. Почему нельзя было сказать, эти гайки, сука, на свалку? Почему можно брать 100, там, 200 тысяч рублей? Почему нельзя сказать, что эти гайки говно ебаное? Я не понимаю. Извиняюсь, конечно, за эмоции, но... Понимаете, вот это все, оно накипало. Прикиньте, да, что произошло? Сказал, вот это все, оно накипало, и камера перегрелась. Вот даже тут, вот понимаете, когда доходишь до элементарных вещей, даже тут, когда ты хочешь просто сделать какой-то определенный подыток, подвести черту, подвести все к единому знаменателю, даже тут небеса разверкаются. И все говорит тебе о том, что вот те траты, которые были сделаны, они были сделаны зря. Дурак, да, Денис. Не надо было в эту тему вписываться. Но не стоило оно того. Но слишком дорого. Вы понимаете? Миллион сто. Миллион сто. Я однажды, вот, выставлял БМН на продажу, и это был 2019 год, по-моему, конец, либо 2020 год. Да, цены изменились, но тогда машину я был готов отдать за миллион пятьдесят или миллион восемьдесят тысяч рублей. Машина, которой я занимался, машина, которая едет, миллион пятьдесят. Сейчас я отдал миллион сто совокупно, да, со всеми тратами. Понятно, что диски можно было не красить. Понятно, где-то можно было сэкономить еще побольше. Но стояла задача. Кузов, потом изначально техника. Я машину забрал, какие были текущие проблемы, рулевая рейка, и все. Бак поменяли, да все поменяли. Я не буду, да, это еще раз вам перечислять, что там было заменено. Но, да кому это вообще интересно? Собственно, тем, кто интересно, они и смотрят, да, какие-то там предыдущие видеоролики. По факту, то, что сейчас есть на руках, это машина, которая выглядит неплохо. Она мне нравится. Вот серьезно. Я на ней езжу, я говорю, сел на танк прям. Ну, ты себе, вот потому что не было никогда внедорожных. Я никогда не ездил, да, на таких, не знаю, что-то, кроссовер, сав, там. Не могу сказать. Это точно не полноценный жип, здоровый. Это не Discovery, это не, там, ну, придумайте еще какую-нибудь машину. Ну, понятно, да, крузак пресловутый. Это не Volvo XC90, но это очень неплохой автомобиль, достаточно компактный. Он короткий для передвижения на дальние поездки. Вместительный, там, теплый, и все с ним окей. Ну, вот это вот Reducid Power Engine. Заглянул я под капот, проверил масло, масло есть. Проверил какие-то потеки из гидравлики, там есть какая-то вот, какая-то жидкость там потекшая. В этом ли проблема? Да, вряд ли. Масло какое в двигателе? Черное. Ну, то есть, до этого его тоже не меняли, сейчас заменили. Прокачусь, я там, тысяч пять километров масло обязательно заменю, может быть, получше будет. Ну, понимаете, ну, не верю я в то, что вот эти проблемы, они могут возникать только из-за того, что я залил неправильно топливо. Это бред, бредский, потому что сейчас там, вот я накатал в данный момент до сброса аккумулятора 120 плюс 100, 220. И сейчас там 400, то есть, 620 километров накатан на машине. Из них 580 километров, примерно, примерно 580 на газпромовском топливе. Может ли быть такая разница в этом самом топливе на одной заправке к другой, что вылезает вот этот Reducid Power Engine? Конечно, нет. Проблема хаотичная. Вот мне сейчас Слава говорит, ты приезжай, мы с тобой почитаем диагностикой. В конечном итоге разберемся, в чем была суть проблемы. Так эта проблема, я машину заглушил, завел, Reducid Power Engine, он просто пропал и все. То есть, вот, я не знаю, друзья мои. Вот, я всегда привык, чтобы работа делалась качественно. Вы меня иногда спрашиваете, кем я работаю? Я занимаюсь системами автоматического вождения. Автопилоты на сельскохозяйственную технику устанавливаем и системы мониторинга. Телематику. Попросту говоря. И всегда стояла задача за те деньги, которые мы озвучиваем клиенту, реализовать проект под ключ. Чтобы клиент был доволен. Понимаете, он отдал деньги, нет головника. Тут получается какая-то катавасия. Я не собираюсь изучать техническую составляющую машину. Машины, но меня вынуждают так делать. Притом, я не экономлю на запчастях. У меня есть там возможность получить 7% скидку на авто 3Н. Я ей не пользуюсь. Мне, собственно, никто об этом и не говорит. Мне никто не говорит, какие портномера. За меня все заказывают дороже процентов на 10. Я с этим соглашаюсь. В конечном итоге я получаю то, что сейчас там вот стоит. Мне нужно завтра ехать. Вот эти 220 километров я проехал. Завтра за день я должен проехать километров 600. Послезавтра я должен проехать километров 300. Нет, 220 Челябинск-Екатеринбург и Екатеринбург-Перим еще там 320 километров. После этого я должен проехать еще 600. Короче, тысячи две я однокатаю. Как мне ехать, если Reduced Power Engine не позволяет ехать больше 50? Вечно перезапускать машину. Слава так и говорит. Я вам обещал, что после того, как проект закончится, я вам обязательно отправлю номер славы. Наверное, в этом выпуске я не буду вам называть этот номер, потому что выпуск больше негативный. Ну а как тут вообще, что тут может быть позитивного? Да, собственно, ничего. Соответственно, не будем негативить. Все-таки человек подошел, сделал из куска говна, чуть меньше кусок говна получается. Благо, что машина это предметы неодушевленные, поэтому сколь угодно могу говорить по поводу того, что... Вот то, что сейчас там внизу стоит, оно мне не нравится. А самое, что прикольное, знаете, я вот ехал, ехал, и меня все устраивало. Мне тепло, комфортно, машина высокая и держит дорогу отлично на новых покрышках. Запускаю ролик Стаса Асафьева, где какой-то его там подмастерье в видеоблогинге рассказывает про то, что старые машины сейчас на рынке, это не машины, которые в основном продают, чтобы купить что-то новое. То есть, когда денег стало больше, люди покупают машины выше классом, либо новее годом. Это машины, которые... Ну, надоело мне в тебя уже бабки вливать. Я еду и такой... Ну, наверное, да, неправо, но в принципе все можно потянуть. И серьезно, спустя минуту вот это вот Reducid Power Engine. Короче говоря, практически невозможно говорить, у меня там нет голоса, я болею. Не корона, но грипп. На этом заканчиваем. И я вам потом расскажу, вообще смог ли я преодолеть весь этот маршрут, и в чем была проблема. Вот. Короче, это. Мы еще увидимся.